Творческий процесс Киноцентр «Премьер» приглашает нас на фильм, который так и называется «Почему мы креативим?» Лет 30 автор фильма собирал интервью с художниками и мыслителями современности. В его списке больше 50 имен, среди которых лауреаты Нобелевской премии, премии «Оскар», мировые звезды изобразительного искусства, музыки, актерского мастерства, философии, политики, бизнеса и науки. И все они отвечали на один вопрос – почему вы креативны? Кинотеатр «Премьер» – участник всероссийской акции «День короткометражного кино». Она состоится в ближайшее воскресенье. Вход свободный, если вам, конечно, достанется бесплатный билет. Его можно получить в кассе киноцентра примерно за час до начала сеанса. В афише кино от режиссера Ивана Петухкова под названием «Нет», взятка от Алексея Хритонова, на чужбине Михаила Черных, кастинг Влада Макейщик и рикошет Тимура Джураева. Сеанс продолжится чуть больше часа. И, быть может, этого времени хватит, чтобы разобраться, что сегодня происходит с российской короткометражкой. До Нового года осталось всего пару недель. Все, начиная от сияющих глаз наших домашних и заканчивая призывами магазинов, напоминает нам о том, что неплохо бы начать запасаться подарками уже сейчас, а не судорожно пытаться выкроить на их поиске время 31 декабря. В помощь алчущим в Перми открываются новогодние ярмарки, где можно найти чудо на любой вкус и кошелек. Итак, один из них – «Снежный базар». 16 декабря он пройдет на площадке часового завода. Нам обещают распродажу брендовой одежды, занимательные лекции, мастер-классы и новогоднюю фотозону. Организаторы напоминают, что неплохо бы захватить в этот день с собой детей. Им на «Снежном базаре» точно будет чем заняться. Вырученные от продажи средства будут перечислены некоммерческой организацией «Территория семьи», которая поддерживает семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Еще одна ярмарка, посвященная Новому году, начнется 21 декабря и продлится до 30-го. На нее нас приглашает Пермская ярмарка. Пермский театр оперы и балета обещал нам предновогодний подарок и исполнил мечту очень многих. В эти дни в театре проходит премьера легендарного балета «Боидерка» с великолепными декорациями и костюмами. Балет «Боидерка» – один из шедевров Мариуса Петипа, без которого сегодня немыслим классический репертуар. В основе его сюжета – история любви храмовой танцовщицы Ники и знатного воина Солора, обернувшейся трагедией из-за ревности великого Брамена и дочери Раджи Гамзати. Имея четкие представления, по каким законам должен быть создан балетный спектакль, Петипа соединяет в одной постановке романтический жанр в образах несчастных влюбленных, холодный академизм царства теней и антураж фантазийного Востока. Балетмейстер Алексей Мирошниченко, работая над классической постановкой «Боидерки» в Перми, обращается к канонической редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чебукиани и создает танцевальное полотно невероятной красоты. Ирландия, океан, край Европы, край эпохи накануне Первой мировой. Письма в Россию, оставленную много лет назад. Письма незнакомому человеку, знаменитому писателю. Это неизвестный друг рассказ Бунина. Будто навеянные истории Чайковского и фон Мек, печальной перепиской без единой встречи. Милостивый государь, молю вас, какое мучение, письма от вас нет. Сейчас так уже не пишут. Бунин в интерпретации Ксении Рапопорт. Чайковский, Рахманинов, Дебюси в интерпретации Полины Осицинской. Текст и рояль «Возвращение в прекрасную эпоху» в рамках пятого международного рождественского фестиваля музыкальный спектакль по рассказу Ивана Бунина «Неизвестный друг» состоится 21 декабря в органном зале. Не упускайте возможности провести свое свободное время увлекательно. Иначе будни вам этого не простят.